Белорусская история отношений с космосом косвенно началась еще в 1961-м, когда первый человек в мире отправился на орбиту. Юрий Гагарин хоть и не был белорусом, но наши любил и знал. А легендарные строки, написанные Янкой Купалой, во многом определили его профессиональный путь. Мой милый товарищ, мой летчик, возьмите за собой меня. Я ведой, я ликий уже хлопчик, умею уже летать в усне. Чуть позже мы стали гордиться Петром Климуком и Владимиром Коваленком, а еще нашим точечным приборостроением, которое активно используют в космической отрасли по сей день. Ему как раз и уделяли большое внимание, понимая, что с развалом Советского Союза своих граждан отправить на орбиту будет очень непросто. Но если сильно захотеть, то найдутся и аргументы, и союзники. Да, и пришло, наверное, время открыть дорогу в космос новым белорусским космонавтам. Я благодарен президенту за то, что он поддержал эту инициативу и, более того, принял решение вместе с руководителем Роскосмоса о финансировании подготовки и запуск космоса нашего космонавта. Наверняка такие разговоры велись и раньше, но именно в день космонавтики. 12 апреля 2022-го во время визита Александра Лукашенко и Владимира Путина на строящийся космодром Восточный под Благовещенском, эта тема зазвучала очень настойчиво. Сомнений не осталось. Гражданину Беларуси в космосе быть. В лучших традициях и в исконно белорусском стиле было решено сделать это красиво и отправить на орбиту представительницу прекрасного пола. Выбрать из десятка самых лучших одну, ту самую задачу не из простых, но подошли со всей ответственностью и справились. Я не первый раз вижу испытание такое. Ну ты вообще? Да. Ну как? Мы не задачки выполняем. Да, ощущение незадумаемое, конечно. Просто на всю жизнь. Нет, молодец, молодец. Судачи, здоровец. Устроил я вам жизнь. Ну хоть будешь то вспомнить. Конечно. Конечно. Испытание экзамены год назад в Звездном городке за ходом отбора кандидаток по состоянию здоровья и космически высоким критериям следил президент Беларуси. Он вникал в абсолютно все детали. Для Александра Лукашенко этот полет важен и как для патриота, и как для главы государства. Это ведь наши люди, наши женщины, которыми гордимся, за которых переживаем. Да, в этот раз полетит лишь одна из девушек, но необходимые навыки и закалку получили обе. На финальный этап подготовки президент напутствовал уже во Дворце независимости основного члена экипажа Марину Василевскую и ее дублера Анастасию Левкову. Они лично услышали наказ от президента и поехали. Есть, установить ракету космического назначения стартовой системы, поднять колонну в службу, не вертикальное положение. Наконец, Байконур. Позади хоть и месяцы, но все же по обычным меркам сжатые сроки подготовки, экзамены, которые наши девушки выдержали блестяще. Все ради 12 суток на орбите. В преддверии старта у каждого экипажа свои задачи и свои традиции. Так, например, дублеры наблюдают за установкой ракеты-носителя, а основной экипаж этого не делает плохая примета, но вместе с тем параллельно создает новые ритуалы, общается с президентом страны. Я так понимаю, Олег, вы зарядку делаете еще, да? Мы просто как порядочные уважающие люди президента встали. Ну понятно. Но у нас несколько раз показали, что вы встали, сели, встали, сели, так я подумал, что вы еще не вышли из зарядки. По такому началу разговора можно понять, какое настроение и какие отношения у земляков и белорусского президента. Александр Лукашенко Олега Новицкого знает давно и лично, доверяет ему. И, наверное, то, что командиром экипажа стал именно Новицкий, чуть усмиряет мужское и даже где-то отеческое волнение. Во-первых, это его четвертый полет. А во-вторых, он наш. Я тебя очень прошу персонально посмотреть. Нам же она нужна на земле потом. Конечно, вернем в целости сохранность. Марина, как ты себя чувствуешь? Переживаешь, напряжена, спокойно, готова, не готова? Конечно, переживания, небольшое волнение присутствуют, так как я и девушка, и все это для меня впервые. Но у меня очень опытный, надежный командир, и он дает мне большую уверенность. Та ответственность, которую я должна выполнить, данную программу, задачи, эксперименты, полет, конечно, это дает мне уверенности и сил. У тебя хороший пример. Держись ближе к Олегу. Он человек опытный, не первый раз уже летает. Да. Да не так, не так, Олег. Я тебе не говорил уже и так. Это моя инициатива, Александр Георгиевич. Мне хотелось бы, чтобы вы дружными там были людьми. Все-таки край у вас один, корни ваши зарыты здесь. Александр Лукашенко с участниками полета много сегодня говорил о личном. Чувства, переживания, по-свойски, не обижает ли никто. Все же экипаж интернациональный. Помимо белорусский, россиянина летит астронавт НАСА Трейси Дайсон. В ответ есть все же нечто выше земных разногласий. Трейси меня очень поддерживает. У нас очень хорошие отношения в экипаже, слаженные, дружеские. Ну, я надеюсь, за 12 дней совместного полета мы какие-то белорусские фразы-то выучим все-таки. Ну, ты, Марина, ты там особо не напрягайся со своими экспериментами, что не сделаете в космосе, на Земле доделаем. В следующий раз полетим, доделаем. Ну, чтобы все было хорошо. Мы за вас очень переживаем здесь. Но чаще всего разговор заходил о перспективах. По возвращении глава государства рассчитывает собрать весь белорусский экипаж у себя в гостях. По примеру, состоявшиеся два года назад в Александрии встречи с Олегом Новицким. Помните, они вместе готовили антиковидный салат, который потом был на всех кухнях страны. Похоже, будет продолжение. Глядишь, целый званый обед из нескольких блюд получится. Мы очень будем переживать за вас и будем надеяться, что после возвращения, увижу я вас здесь, приготовим мы, Олег, традиционный наш салат. Марину угостим. Спасибо, с удовольствием. Согласен. Экипаж по плану вернется на Землю 2 апреля, в день единения народов Белоруссии и России. Символично, не правда ли? Конкретно этот полет и взаимодействие этих двоих представителей наших государств лучше реклама союзного. У тебя полет будет самый короткий в жизни? Самый короткий, но самый, наверное, приятный. Постоянно в окружении женщины. А, все прекрасно. Значит, есть надежда, что мы в скором времени встретимся, как только потеплеет немного. Да, да, с удовольствием. Я имею в виду в полном составе. В белорусском полном составе. Так сама собой зашла речь о глобальных перспективах. Президент рассчитывает, что полет Марины Василевской – это только начало. Не зря ведь готовили сразу двух космонавтов. Вы там не забывайте про Настю, не потеряйте ее из виду. Встретимся, поговорим о ее перспективах. Мы же готовили точно так, как Марину, поэтому тоже потерять нам нельзя человека. Буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели. Настя, Марина и ты. Ты не против, да? Выполним задачи любую. Хорошо, я тогда с президентом России при встрече к разу уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы. Олег Новицкий в целом согласен, готов подставить плечо, но сразу озвучивает нюанс. В следующий раз белорусы должны лететь со своей научной программой. Опыт будет, да и хватка есть. Может все забросить вопрос, чтобы как-то была возможность белорусам, не как иностранцам, а как братьям, иметь возможность участвовать в подготовке, а как профессионалам, а не просто как туристам на короткий полет. Не вопрос. На прогнозе своей программой. Так как космонавтов россияне готовят, чтобы и мы, белорусов, так готовить, да? Да, да, верно. Ну, это не вопрос, они согласятся. А что плохого? Ничего плохого. Я уверен, что наши вот девчонки, я по отзывам знаю, интересуюсь вопросом, наши девчонки, им очень понравилось в плане подготовки. Очень ответственные и программу освоили запросто. Да, да. Поэтому это я обещаю, я переговорю, но мне хотелось, чтобы вы втроем сидели. Мы готовы. Хорошо. Осталось только деньги найти. Но Путин насчет этого молодец. Они не жалеют денег ради того, чтобы нас поддержать, как космическое государство. Но мы с ними рассчитаемся по другим направлениям. Когда санкции увели, думали, что мы рухнем, а оказалось, что мы востребованы особенно космической отрасли Российской Федерации. И наш интеграл, чипы эти и прочее. Мы это все делали, делаем. Но сейчас востребованность очень высокая со стороны вот этого космического сегмента экономики Российской Федерации. Поэтому навстречу идут и специалисты. И я должен поблагодарить, прежде всего, Борисова. Ну, он просто молодец. Он отозвался на все мои просьбы. Очень приличный человек. Но самые популярные фразы сегодняшней встречи – это простые добрые слова. Спасибо и будем ждать дома. Там ваши родственники все будут. И не только родственники. Целый борт вылетает завтра, чтобы вас проводить по-настоящему. Ну, а встречать уже будем вас в Беларуси. Благодарим вас за это. Это очень большая поддержка будет для нас на старте. Спасибо большое вам за… Извините, что вас оторвал в эти ответственные моменты. Ну, хоть немножко отвлек вас от этой махины, которую мы вчера наблюдали, позавчера вывозили на старт. Вы должны знать, что вы наши люди. Мы вас будем ждать здесь, в Беларуси. Огромное спасибо за поддержку всего экипажа в целом. Спасибо вам. До встречи. Спасибо. Успехов. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Все, прицелили и стали. Что ж, 21 марта ожидается запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25». Впервые с гражданкой Беларуси на борту. За кадрами с Байконура, по ощущениям, будут следить особенно трепетно миллионы белорусов, среди которых наверняка будет и президент нашей страны. Александр Лукашенко, наши соотечественники не облегчают себе жизнь в период вызовов, напротив, добавляют их, а вместе с тем поводов для гордости за себя и крепости знания. Мы белорусы, мы хотим, мы можем, мы делаем. Алена Сырова, Ольга Бабарека, телекомпания СТВ. Алена Сырова, Ольга Бабарека, телекомпания СТВ. Алена Сырова, Ольга Бабарека, телекомпания СТВ. Продолжение следует...